Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Ну вот и у нас были сегодня первые заморозки. С каждым днём зима всё ближе и ближе подкрадывается. А я ещё и огороды не всё успел убрать. Ну, в принципе, не так уже и много осталось. Капустка, которая, по идее, и не боится небольших морозов, так как тепло одета. Ну, помните, как в загадке. Сто одёжек и все без затёжек. Ну, и кормовая свекла ещё. Ну, к её клубням, надеюсь, холодный воздух ещё не быстро доберётся. Из-за её высоких густых зелёных листьев. Ну, а ту небольшую часть, которую уже выбрал, почистил и оставил в кучах на пуле, накрыл ботвой, чтобы не мёрзла. Это я начал её выбирать между делом, когда гречуху молотил, когда было денёк задождило. Как видите, гречуху я домолотил вчера. Ну, только ещё не до конца, и по 20 доли рановато. Так как уже день заканчивался, да и не получалось её очистить, так как я это делал с зерновыми. Всё же снопы я сделала сильно плотная, и в середине стебли не успели высохнуть. Да и гречиха день стояла под дождём, хоть в вазу накрытая, но всё равно отсырела. Цветочки на обухле стали тяжёлые, и с помощью ветра я и не смог их отделить. Вчера как раз баню топил, так решил лауча ставить на полку. Думал, может подсохнет и получится отделить зёрна от плевел. Мусора насобирала чуть больше трёх мехов, а вот сколько там зерна, ещё и непонятно. Ну, вроде где-то что-то есть. Может быть семена всё же удастся отбить. Ну, вроде бы подсохла немного, ещё даже тёпленькая. А вот только чтоб не получилась предвежья услуга. Мокрое зерно почувствует сейчас тепло и запустит механизм роста. Ну, надеюсь, что холодный воздух сейчас этот пыл её остудит. Остудит. Пылескris Пылескришки Пылескрижка 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 ну мелочь вроде бы подсохла выдувается а вот крупные стебли еще остаются все же не высохли довольно толстые были то и за ночь в бане то они не сильно жарко было я хорошенько был пропарился и да и не топлю я ее сильно когда один парус ну не знаю надо будет какой-нибудь другой метод придумывать чтобы ее отделить в принципе можно какую-нибудь гравитационной или просто решета взять поменьше я то это с помощью кошка делал а там ячейка довольно большая вот много таких мелких и просыпалась у соломы это было полегче так как у нее стебель овса или ячменя потоньше и даже крупные по размерам но по весу легче зерна и поэтому они выдувались ну а здесь буду что-то делать еще он сколько нужно проверить а еще и это по второй раз чтобы чечку эту отделить но работа по сути не тяжелая не пыльная ну только что нудно а такой случай нужно всегда делать так наушнички и музычка и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok пойдет а вот только что скорее всего хранится долго она не будет так как сыроватая а посушить днем уже никак не получится солнце вроде бы и светит да уже не греет моим кроликам такого объема так и много будет это игре чихи им бы на месяц хватило а с учетом того что нужно вводить в рецепт постепенно так и на все полтора а за такое время она точно уже испортится оставь такую сырую на улице так замерзнет принеси в тепло так сопреет хотя они есть и бы ее точно скорее всего стали пробовал давал солому так лопали с удовольствием будь она посуше можно было бы все навал забросить и потом всю зиму постепенно стенам добавлять в рацион получилось бы такое безотходное производство пчелам нектар мне речка ну а стебли бы кроликом как про в том мультике про медведя тебе корешки а мне вершки тем более для них выращивала себе чтобы сократить финансовую нагрузку на закупку продуктов и посмотрите сами я ее ем каждое утро то есть и так посчитать по 100 грамм на год не нужно ее 36 половина килограмм ну это конечно скорее всего не хватит чтобы закрыть все потребности потому что то где-то килограмм 50 а я еще подсушить потом в узгу убрать то может килограмм 30 получится но скажете не выгодно выращивать самому дешевле купить ну это как посмотреть покупная неизвестно как его выращивали чего-то поливали чего досыпали из скорее всего 100 процента вероятностью и глифосатами обрабатывали перед тем как убрать потому что без дисфикации она никак не созреет и комбайн и и не уберут ну а так как и обратно кто с ней будет заморачиваться сжинать сушить а потом молотить ну а это состав процентной вероятностью получилось экологически чистой я ничего не досыпал на и земле уже наверно ничего не осталось 15 лет целина стояла никто не обрабатывал но только что ее еще высушить теперь надо хотя тоже есть как минимум два варианта один длинный и бесплатный ну а другой быстрый и чуть-чуть нужно будет заплатить ну первую это баньку протопить и отнести туда просушить ее дня два-три полежит скорее всего и высохнет только главное сильно не протапливать ну а бесплатно потому что можно пойти в лес и хорестом собирать две ее протопки ну а второй вариант это использовал сушильный шкаф удобно не нужно бегать дрова подпрасывать и за сутки я думаю высохну как-то говорится засыпал и забыл ну только что может такой объем не влезет сразу в одну загрузку так казан я думаю справиться она как раз у меня тут освободилась тыквочку сушил загрузил такую небольшую килограмм 13 ну только что я поклонная собственность уже подъедать ее начал довольно такая вкусная получается а вот сколько из нее семечек вышло можно будет несколько вечеров сидеть и музыкать только что вот не знаю может быть гречка начнет просыпаться через эту ячейку вроде бы такая небольшая в любом случае можно будет если что москитные сетки постелить будет помельче вот так вот вот рычаг практически не высыпается лишь только небольшое количество маленьких зерен а так в основном песок и семена сорных растений ну хорошо будет дополнительный фильтр очистки на следующий год когда буду сеять то не буду размножать сорняки полные лотки не насыпал так только где-то высотой по сантиметру в тиранобы скорее всего все не влезло да и не нагружал я еще ни разу так много таким большим весом я думаю ничего с ней за несколько от нее не сделается поставлю поближе к пищи чтобы чуть-чуть просыхало так войти еще комбайн убрать и зерновыми в этом сезоне уже будет и закончено и 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